Ну что, настал тот день, когда YouTube все, блогеры идут работать на завод, идем поднимать российскую экономику. Круто! То, чего мы боялись все последние несколько дней, оно произошло. Конечно же, это сарказм, но сегодняшнее утро, 4 марта, для всех блогеров без исключения началось с очень неприятной новости, которая пришла на почту от Google. В связи с чрезвычайными обстоятельствами мы приостанавливаем всю рекламу Google и YouTube в России. Это означает, что пользователи в России не будут видеть рекламу и, как следствие, авторы временно перестанут получать доход от рекламы за просмотры, полученные в России. Это изменение не влияет на рекламу, которую показывают пользователям за пределами России. Ситуация по-прежнему быстро развивается и мы продолжим делиться обновлениями, когда это будет уместно. Я знаю, что это видео в основном будут смотреть такие же, как и я, блогеры, которые, проснувшись утром, залезли в новости, в YouTube и начали судорожно читать информацию из проверенных источников, что делать дальше. Что это означает? Это означает, что теперь блогеры перестанут получать монетизацию. Для никого не секрет, что блогеры на YouTube получают деньги за счет просмотра рекламы. Неважно, сколько у тебя просмотров на ролике, если зритель смотрит рекламу, ты получаешь свою копейку. Так как теперь в России реклама не будет показываться, то, соответственно, деньги блогеры получать тоже не будут. Что касается зрителей, обычных зрителей, как это коснется вас? Скорее всего, блогеры перестанут публиковать ролики, потому что им будет это делать невыгодно. Очень многие блогеры тратят огромные деньги на создание своих видео. Контента на YouTube будет в разы меньше. Речь идет не только про маленькие каналы, а вообще про все и каналы-миллионники в том числе. Зарабатывать на YouTube блогеры смогут только путем привлечения интеграции рекламы. То есть, если к вам обращается какая-то компания прорекламировать что-то, тогда и она за это платит деньги, тогда блогер будет получать деньги. А от рекламы нет. Возьмем частный случай на примере моего канала. Что будет с моим каналом? Основная аудитория моего канала, если посмотреть по статистике, это 77% людей из России его смотрят, с разных регионов. 7% это Украина. Мы сразу убираем вот эти вот 77,7%, то есть более 80% того, что я зарабатываю на YouTube, оно идет именно благодаря моим российским и украинским зрителям. Так как рекламы не будет, а все мы знаем, какие сейчас события происходят на Украине, соответственно, я лишаюсь более чем 80% своего заработка. Остаются такие страны, которые меня смотрят, как Казахстан, Беларусь, Германия, это меньше чем 3 или 1%. То есть, в сумме 5% от того, что я зарабатывала до этого момента, я буду зарабатывать. То есть, там, ну, копейки, их даже нельзя будет никак вывести, грубо говоря, на карточке. Да и вообще сейчас проблема будет, неизвестно, что будет с теми деньгами, которые блогеры заработали за последние 2 месяца. Может быть, открою секрет, но блогеры не получают своевременную эту зарплату свою блогерскую. Деньги приходят спустя несколько месяцев только. Так вот, так как у нас санкции против наших большинства российских банков, мы не знаем, дойдут ли до нас эти деньги, которые мы заработали в течение последних 2 месяцев. Это тоже непонятно. Что делать в данной ситуации для блогеров? Честно, не знаю, что делать. Наверное, переходить только на российские платформы. Я думаю, многие из вас заметили, что в последнее время перестал работать нормально Инстаграм, Фейсбук. И, соответственно, все стали создавать резервные каналы на случай блокировки Ютуб в Телеграм, который я тоже, кстати, создала. Если вдруг что-то произойдет с Ютубом, а именно блокировка, то вам желательно или даже обязательно перейти в мой Телеграм-канал. Там будут публиковаться исключительно только новости. Это резервный канал. Ссылку я оставлю в описании. Либо можете зайти в сообщество моего канала. Там будет QR-код, который можно отсканировать и перейти сразу по ссылке. Что делать в данном случае блогерам? Если среди моих зрителей и тех, собственно, кто смотрит этот ролик, есть блогеры, вы обязательно напишите, что вы будете делать в данной ситуации. Как нам дальше вообще развивать свои каналы? Стоит ли публиковать ролики дальше на Ютубе? Либо сделать какую-то паузу? Либо, как я посоветовала, переходить на другие платформы? Я знаю, что сейчас очень многие благодарят своих блогеров, что они, несмотря ни на что, продолжают публиковать ролики. Помогают отвлекаться от всей той массы информации, которая сейчас просто свалилась на все наши головы. И ты не можешь понять среди всей этой информации, где правда, где ложь. И вот каналы блогеров, они очень помогают отвлечься. Я тоже также являюсь зрителем на каких-то каналах. Я также очень благодарна тем блогерам, которым я смотрю, которые не останавливаются и также продолжают снимать. Но вот с этого момента вообще публикация, конечно, под большим вопросом. Мы абсолютно не знаем, что будет с Ютубом. Возможно, что завтра его заблокируют, но возможно, что нет. Ну что, будем как-то приспосабливаться к новым условиям. Будем следить за новостями, за тем, что будет происходить. Поэтому все равно оставайтесь со мной. Продолжайте следить за моим творчеством, контентом в других социальных сетях. Настоятельно рекомендую все-таки перенаправить поток своего просмотра на российские платформы. Так что вот такие новости на сегодняшний день. Будем думать, будем решать. Вот так вот. Всем спасибо, пока.